Все куда-то торопятся. Суета и пробки, пятница 5 в нашей студии. Все наоборот, сейчас тепло, уютно и гости. Я сейчас буду представлять нашего гостя. У нас в гостях украинский бизнесмен, меценат, организатор многочисленных мероприятий, общественный деятель, он же продюсер, президент фонда волонтеров Украины, а также директор международной компании Спортсервис. У нас в гостях Тимофей Нагорный, человек которого знают все, можно, наверное, сказать, человек-легенда. Здравствуйте! Добрый вечер, всем привет! Скажите, Тимофей, вот как все это совмещается в одном человеке? Как можно успеть сделать так много и быть и тут, и там? Ну, главное правильно ставить цели, планировать свою жизнь, свой день, вырабатывать стратегию и добиваться того, чего желаешь. То есть вы расставляете приоритеты. Это важно, это второстепенно? Ну, конечно, с детства еще спланировал свою жизнь и сказал, если будет угодно Богу, то буду воплощать это своими действиями, поступками. Ну, судя по всему, ему угодно. Ну, во всяком случае, очень многое получается. То есть очень важно спланировать, очень важно правильно мечтать, очень важно выработать стратегию своей жизни, чтобы быть лидером своей судьбы. Здорово сказал, надо будет записать на цитаты. 24 часа в сутки, как считаете, это много или мало? Чтобы успеть сделать добрые дела, этого предостаточно. Чтобы посеять любовь в сердца украинцев в это тяжелое время, это более чем предостаточно. На отдых время остается? Конечно. Нужно работать и получать удовольствие. Это будет самый лучший отдых, когда ты занимаешься любимым делом, когда ты помогаешь людям, и они тебе отдают что-то взамен, то есть частичку своего сердца. Это действительно так. Ну, а как совмещается вообще бизнес и волонтерство? Очень правильно нужно сделать акценты. Есть то, что ты зарабатываешь для себя, для своей семьи, а есть то, для чего ты живешь, и то, что тебя продвигает вперед. Для меня это очень важно, служить людям. То есть еще 26 лет назад я принял решение принимать участие в судьбе тяжелобольных, там, сирот, стариков, людей, которые находятся в нужде и беде. И я начал от этого получать огромное удовольствие. Это меня подпитывает, это меня мотивирует и вдохновляет на какие-то невероятные цели. Вот поэтому я совмещаю и бизнес, и волонтерство, потому что знаю, что дом свой нужно строить после 50 лет, заниматься своей семьей, и личным обогащением нужно делать в зрелом возрасте. А сейчас нужно отдавать свои кармические долги, служить обществу, помогать людям. Почему после 50? Потому что я принял для себя решение, что буду заниматься благотворительностью активно до 50 лет, а потом буду начинать строить дом. Я вот решил посадить миллион деревьев, усыновить ребенка и построить дом после 50 лет. Пока я выполнил два первых пункта, дом я, думаю, себе построю, и это не главная цель в жизни. Вы знаете, у меня был преподаватель, который говорил, тяжело только первые 50 лет, а потом еще труднее. Да-да, хорошие слова. Так что будьте готовы, вдруг, если что, то может быть труднее, чем сейчас. Хотя, кто его знает, как оно будет. Тимофей, вы сын шахтера, насколько можно верить, Википедии. Ребенок из многодетной семьи и сам даже когда-то работал в шахте. Что заставило, какой был стимул вас идти дальше, заниматься спортом и благотворительностью? Почему вот такой выбор случился в вашей жизни? Ну, первый свой старт, когда я летал, я действительно работал в шахте. Знаете, когда ты был круглым отличником до седьмого класса, но родители говорили, что лопата в шахте тебя ждет, и высшее образование семья просто по определению не может тебе предоставить. Потому что мы еле-еле концы сводились с концами, потому что 10 детей, очень глубоко верующая семья, было крайне сложно рассчитывать на то, чтобы родители себе позволили дать всем детям высшее образование. И я понял, что нужно будет получить образование шахтера, заработать первые деньги, а потом нужно выстраивать свою стратегию жизни. Вот так и получилось, что я начинал с электросредствия подземного, потом горно-рабочим, потом понял, что штрафно нуждается в правильном оборудовании, и оно иногда продавалось через материальные склады в очень крупных размерах при чищении. И я понял, что можно поставлять оборудование альтернативно, самостоятельно. И так я начал приобретать электродвигатели, насосы, пускатели. То есть вот тут и проснулся бизнесмен. Так получилось, что когда работал в шахте, увидел, что сгорел электродвигатель, его предоставят участку в течение 3-4 суток, я его нашел за сутки и доставил, и заработал на этом деньги, и он был дешевле в 5 раз, чем представлял тех сна. Никогда бы не поверила, что в шахте можно построить карьеру и пойти вверх. Карьеру, может, и не сильно построишь, но заработать стартовый капитал было возможно. И это получается до сих пор. Успех, стремление, идей, да. Вот вы помогаете переселенцам, детям, старикам накормить, обогреть, одарить. Все ли получается, вот так легко, как с двигателем? Ну, сейчас, в это сложное время, конечно, людей, которые нуждаются в помощи, очень много. И есть такие семьи, которые за грани уже выживания находятся, им очень тяжело и сложно. И государство заняло позицию своеобразную, на мой взгляд, не замечать этих людей, не замечать тяжелую боль, не замечать эту трагедию. И только общественный сектор, только волонтеры могут каким-то образом решать эти острые социальные вопросы. То есть есть очень много инвалидов первой группы Донецкой и Луганской области, их около 50 тысяч. И они заложники этой ситуации. Есть дети-сироты, есть дети с врожденными заболеваниями. Есть старики, которые не могут позаботиться о себе, и они не нужны этой стране, к сожалению. И есть добрые люди, которые проявляются в эти сложные времена, проявляют свой гуманизм и помогают этим гражданам, которые находятся в нужде и в беде. Ну вот помочь этим гражданам в нужде и в беде достаточно непросто сейчас. Ведь они там, на отрезанной территории, а мы здесь. Вот как вы преодолеваете трудности, не только в расстоянии, ведь бывают самые разные ситуации. Что нужно? Уметь договариваться? Не знаю, платить деньги? Или просто верить в чудо? Я уже больше 30 раз был в зоне АТО и проходил все блокпосты. Были разные ситуации, могу бесконечно о них рассказывать. Но главное, ты ставишь цель. Есть там семьи многодетные, там 8-6 детей врубежные. И они будут испытывать голод этой зимой. То есть им нечего одеть, они не получают пособия. Министерство соцполитики не дает им статус матери-героини. То есть они не видели игрушек, не видят сладостей. И ты видишь эту цель, эти две семьи. И ты должен их спасти от голода и от холода. Все остальное не важно. Блокпосты, задержания, проверки. Это все чепуха, которая меня вообще не интересует. Также мы недавно были в Песках. Есть старушка, 80 лет, живет с инвалидом первой группы. В одной кровати спит с ним. И у нее проблема с отоплением. Электричества нет, угля нет, дров нет. Теплой одежды нет. Продуктов питания на зиму нет. Кто может? Только твое доброе сердце может расположиться. И ты поставишь себе цель. Найти уголь из-под земли, привезти. И договориться на блокпостах, объяснить военным, что есть у тебя бабулька Софья Антонова-Толмачева. Она живет в Песках. Да, это прифронтовой поселок. Да, я понимаю, что там стреляют. Ну дайте мне пять минут. Я выгружу уголь. Обогрею ее. Помолюсь о ней. И обниму ее. Подбодрю. И накормлю. И обогрею. На зиму. Верят. Верят с трудом, но пропускают. Предупреждают, что в целях вашей безопасности мы не пропустим. С третьего раза на одно блокпостил пропустили, на другом с первого раза. На третьем вообще просто проезжают, говорят, едет сумасшедший на горы и лучше пропустить. Вот так бывает, ты добиваешься очередной цели. Может это для кого-то и не какой-то там духовный подвиг, а для кого-то это спасение от холода и голода зимой. То есть, в принципе, может помочь иногда диагноз сумасшедший. Это как пропуск. Меня очень часто так называют. В Америке так называли crazy man. Когда услышали эти истории в конгрессе США, один из представителей власть имущих Америки сказал You crazy man? You're okay. It's okay. Мне кажется, что crazy man иногда может звучать как комплимент. Иногда, да. Но во всяком случае, ты знаешь, что есть такие случаи, и ты должен привлечь внимание общественности. Вот я вам приведу пример Николая Нижниковского. Его буквально позавчера отправили в Канаду. Он потерял, братика потерял две ноги и руку с селево Ладарском. К сожалению, оставили очень много снарядов после учений военные. Ребенок нашел РПГ, принес похвастаться соседям. РПГ уронил братик, пятилетний Данила, был навсегда потерян для него. Оторвало у него две ноги руку. Двое соседских мальчишек тоже очень сильно пострадали. И вот, когда ты привлекаешь внимание общественности к этой проблеме, начинается какая-то цепочка добра. То есть ребенка начинают спасать. Ребенку начинают помогать. Начинают принимать участие в его судьбе. Вот иногда опыт в продюсировании и продвижении людей помогает привлекать внимание и к таким проблемам, которые сейчас острые, которые важные. Потому что конфликт не закончится, пока мы не накормим, не обогреем детей, пока мы не начнем забудеться о будущих поколениях. Я считаю, что это наша главная сейчас задача и работа. Объединяться вокруг этой проблемы и делать все, чтобы люди, которые находятся в нужде и беде, чувствовали, что они нужны этой стране, что в них нуждаются, хотят использовать их потенциал. И мы будем делать все для того, чтобы нас услышали. Еще очень важно, чтобы эти люди почувствовали, что у них есть будущее. Скажите, как не свихнуться, когда видишь столько боли? В чем вы находите силы, вдохновение? Как вы себя ощущаете после вот таких поездок? Когда ты видишь благодарные глаза, когда человек тебя обнимает, когда ты был последней инстанцией в его жизни, то это тебя буквально накрыляет. Ты едешь, наполненный любовью, наполненный благодарностью, и ты вспоминаешь взгляд этой старушки, взгляды этих детей, которые сели, буквально зная тебя пять минут, но при слове конфеты они прыгнули в машину и поехали с тобой в магазин. И ты видишь этих детей и понимаешь, что на твоем месте могли бы и быть и плохие дядьки. И эти детки тоже бы пополнили список без вести пропавших детей Донбасса. И ты понимаешь, что дети не имеют возможности кушать сладости, не имеют игрушек, не имеют заботы и опеки со стороны взрослых. Их называют разными нехорошими словами, не хотят замечать, не хотят принимать участие в их судьбе. И ты понимаешь, что это твой долг делать эту работу. Пусть тебя там не замечают, пусть высмеивают, пусть угрожают, пусть пытаются закрыть тебе рот. Ты должен сделать. Это твоя миссия, твое предназначение и твой священный долг. Ну, я так понимаю, что вы снова и снова будете возвращаться туда. Ну, это бесконечно, как и бесконечные те просьбы. Понимаете, ты думаешь, все, заключительный раз, все. Даешь слово жене, обнимаешь свою маленькую трехлетнюю дочечку и говоришь, я скоро приеду. И ты понимаешь, что ты можешь и не приехать. Ты понимаешь, что может так случиться, что это будет заключительная, если не последняя поездка. Но ты понимаешь, что кто найдет уголь в воскресенье вечером для этой старушки. Кто найдет этих лихих шахтеров, которые знают твою цель и говорят, там мы ночью сами вручную погрузим машину. Найдем машину, заправим и привезем тебя на Селидовский блокпост, а ты дальше там сам справишься. Я говорю, ну если вы будете рядом, то справимся вместе. И вот так ты делаешь эту работу, которая, на мой взгляд, очень важная. Пока она не оценена ни власть имущими, ни деньги имущими, потому что тот общественный сектор, который может договариваться, который может добиваться этих целей, он пока не то, что не услышан. Он даже не рассматривается как народная дипломатия, которая может привести к устойчивому миру в Украине. Ну я бы вот хотела добавить, что вы говорили уже, вижу цель, не вижу препятствий, но если дочери пообещала, что папа скоро вернется, это тоже цель, значит нужно быть и там, и обязательно вернуться вопреки всему. Ну конечно, ну знаете, всегда ты думаешь позитивно. То есть ты даже, когда слышишь эти выстрелы, ты даже понимаешь, что рядом война, и все дышит смертью. И эта зловещая музыка, да, которая звучит с разных орудий, и на тебя это производит впечатление очень удручающее. Ты думаешь о хорошем, думаешь, что тебя ждут дома, и думаешь, когда-то кто-то оценит, когда-то кто-то скажет спасибо. А это, наверное, самое главное. Ну я думаю, что где-то там, далеко-далеко, мы не знаем где, там все знают и уже оценили. Это точно. У вас очень трепетное отношение к детям, но вы успеваете во всем этом сумасшедшем графике заниматься своими, ведь они так быстро растут. Знаете, я для себя понял, что лучшая проповедь для детей – это личный пример. Если ты хочешь, чтобы детки твои уделяли внимание спорту, уделяй внимание сам. То есть я тренируюсь, и дети смотрят и пытаются повторить то, что делает папа. То есть если ты хочешь, чтобы они были добрыми, возьми их в детский дом, возьми их в больницу, объясни, почему ты это делаешь. И они будут просить тебя взять еще раз. И они будут собирать свои игрушки и сказать, отъези той семье, которая многодетная, которая бежала из ада, там, с Тебальцевского котла, с города Углеворска. И отдай мои игрушки им. Они не имеют их, а у меня их очень много. Вы не оберегаете своих детей от вот этой информации о войне, о беде? Даже маленькая Николь уже пиф-пиф стреляет, хотя мы телевизор не включаем дома. Эта информация попадает из уст сверстников в детских садиках, в школах. И, к сожалению, от нее нельзя укрыться. Да, у нас есть такая страшная ситуация, и детки стали свидетелями этой войны. Есть и жертвы этой войны. И я думаю, что лучше говорить им как-то безболезненно, чтобы не травмировать детскую психику. Говорить, что есть дети, которые нуждаются в нашей помощи, и мы должны им ее оказывать. Вот прошла информация о том, что буквально два дня тому назад, 2 декабря, если не ошибаюсь, в Киеве прошла акция «Молитва за мир». Поделитесь своими впечатлениями. Расскажите, будет ли продолжение этой акции? Мы общаемся со всеми группами, которые занимаются вынужденными переселенцами. И они обратились, чтобы мы как-то всех объединили, сплотили тех, которые находятся в Киеве, в Киевской области, которые испытывают сейчас нужду. И попросили наполнить детей любовью, обогреть, выдать новогодние подарки. Уже сейчас праздник начинается. Чтобы у жителей Донбасса было хорошее праздничное настроение, чтобы они чувствовали уже, что будет скоро Новый год. И вот мы придумали такую акцию и приняли решение начать его с «Молитвой за мир». И в Киево-Печерской лавре пошли нам навстречу, сделали молебен, разрешили нам организовать концерт прямо возле главного колокола и Успенского собора. Потом мы установили полевые кухни, огромный самовар «Мир» 200-литровый, чтобы напоить чаем, накормить прежде всего детей. Собрали подарки и нарисовали картину «Мир», которая будет скоро презентована на всю планету. Украинцы в своем абсолютном большинстве хотят мира, хотят диалога, хотят взаимоуважения, хотят говорить языком любви. И мы показали, что дети Донбасса – это не чужие дети, они, как и все дети, нуждаются в нашей любви, в нашей опеке. И я надеюсь, что у нас получилось подарить им праздник, подарить позитивные эмоции и почувствовать себя нужными и полезными в Украине. Впереди еще много праздников, поэтому мы будем надеяться на то, что вы снова и снова встретитесь с вашими подопечными. Ну, во всяком случае, когда ты увидел эти счастливые лица и когда ты понял, что это самые благодарные люди, которые есть на свете, которые каждый подходил тебе и говорил «Спасибо, дякую», и даже не зная имени, даже не зная, что это за человек, и не предвыборная ли эта компания, и не для средств ли это массовой информации, мы объясняли все. А присутствовали? Нет, абсолютно, это же неинтересно. Интересно конфликт снимать, интересно какие-то нехорошие вещи показывать. А в позитивном ключе, когда ты сплачиваешь нацию, когда ты показываешь детей, которые, к сожалению, нуждаются, как никто другой, в внимании общества, это малоинтересно для наших журналистов-пропагандистов, но это нужно и нашим звездам эстрады, которые приняли участие в концерте, там, и Виктор Павлик, и Маша Коя, и многие другие, которые бескорыстно выступили, которые помогали нам раздавать подарки. Это здорово, когда люди объединяются, когда люди понимают, что есть категория жителей Украины, которая должна быть наполнена любовью. Согласна с вами. Скажите, Тимофей, почему местом проведения стала именно Лавра? Неужели в других местах отказали? Ну, мы еще после Пасхи обращались ко всем конфессиям и христианским деноминациям, чтобы они помолились о невинно убиенных детях Донбасса. Мы получили еще тогда отказ, также с местом проведения. Мы первые вообще выбирали Михайловский собор, но на трес нам отказали почему-то. Мы искали другие площадки, когда мы пришли в Лавру, нам сказали, это то место, где всегда будут говорить о мире, где всегда будет говорить о любви, где будет всегда помогать, и мы рады поучаствовать. Если нужна какая-то помощь, мы готовы ее оказать. Мы вместе с монахами чистили картошку за сутки, мы вместе с монахами устанавливали столы, вместе с монахами молились, и священнослужители, которые всесторонне поддерживали и решали какие-то там незначительные вопросы. То есть там каждый пакет с подарками положили иконку, положили закон Божий детский, чтобы дети знали, даже если когда отворачиваются нехорошие взрослые люди, Бог будет всегда с ними. И я считаю, что очень правильно, что священнослужители помолились о невинно убиенных детях Донбасса. Они не герои, они не патриоты, они святые, они ангелы. И мы должны, взрослые, прежде всего раскаяться в этом, потому что мы виноваты в том, что погибают дети. И никакая власть, никакая политика, никакие деньги не стоят детских слез, ни более детских смертей. Вы тоже теперь пишете слово «Мир» с большой буквы? Я пишу «Мир» с большой буквы и сделал уже более 30 акций в поддержку мира. И на Гаверлу несли буквы «Мир», и на Поп-Иван гору в Карпатах, и на Майдане был мир, и на День Шахтера был мир, и был мир на спортивных мероприятиях, на благотворительных. И эти три буквы «Мир» были в лавре. И для меня была большая честь, что эта святая обитель приняла этих деток, наполнила их позитивной энергией, и сделала все, чтобы они ушли с радостью. С радостью и ощущением того, что тебя заметили, что тебе помогут, что подставят плечо к тебе, что ты не один, с тобой добрые люди и Господь Бог. Вот эту частицу любви и мира, который так нам всем необходим, они унесли с собой. Возможно, теперь больше будет вот этой энергии. Сколько уже надписей «Мир» вы установили? Мы начали еще с фестивального причала, с мая месяца 2014 года. И вот говорят уже более 30 акций, кто-то говорит около 50, где мы устанавливали эту надпись «Мир». В этот раз мы делали «Мир» на трех языках, и сделали буквы «Пис», и ту картину, которую рисовали студенты, студенты со всей Украины, которые рисовали, и чтобы весь мир узнал, чего хотят украинцы, и чтобы весь мир узнал, что студенты, которые из Западной Украины, с Восточной, с Центральной, с Южной, они хотят, чтобы кто-то их объединил, чтобы кто-то их научил говорить языком любви, языком взаимоуважения. И они больше всего, особенно с Западной Украины, инициируют такие проекты. У нас глава студрада Александр Климашевский с Волыни, его заместитель Мирослав Дурденец, он с Закарпатья. И вот они у нас генераторы идей. Они хотят ехать в зону АТО, они хотят делать эти праздники для детей Донбасса. И это здорово, когда Богдан Макуц, олимпийский чемпион с Министерства обороны, единственный, достает полевые кухни для детей Донбасса. Мы должны показывать нашу духовность, проявление наших благих намерений и добрых действий по отношению к детям, которые видели войну, которые засыпали под зловещую музыку смерти. И эти поступки, эти духовные подвиги, на мой взгляд, нужно показывать по телевизору, чтобы те средства массовой информации, которые принадлежат крупному бизнесу, обращали внимание на частную инициативу, на народную дипломатию и поддерживали нас в этих начинаниях. А так у нас в стране, если ты беспартийный, если ты мне клана, если ты мне этой системы, какие-то генерируешь новые совершенные идеи, к тебе особое отношение, пока ты не стал частью этой системы. А мы предложили абсолютно другую систему ценностей и, я бы сказал, противоположную государственной системе. Это волонтерское движение. Мы предлагали трём предыдущим президентам, и все игнорировали, потому что они выстраивают чёткую вертикаль власти. А это организация горизонтального типа, когда лидер выявляется в процессе совместной деятельности, когда его никто не назначает, никто не выбирает. И я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех волонтёров. Завтра международный день волонтёров. Ух ты, как всё завпал. Да, и я хочу пожелать им ещё больше рвения и возможностей помогать людям, которые сейчас, как никогда, нуждаются в нашей заботе. Ой, можно я добавлю свои пять копеек к вашим пожеланиям? Я хочу пожелать, чтобы настал когда-нибудь поскорее тот день, когда все волонтёры остались бы без работы. И наверняка многие задумывались о том, что я бы мог, я бы хотел поучаствовать, как может человек с улицы, допустим, стать волонтёром? Может быть, к вам нужно обратиться за помощью, пройти специальное обучение? Как вообще можно поучаствовать и помочь? Расскажите. Ну, когда мы инициировали это движение и популяризировали, его продвигали, мы говорили, что в лучшем случае ты должен руководствоваться прежде всего своим сердцем, кому ты хочешь помогать. И помогать желательно на той территории, где ты проживаешь. Есть у вас там детский дом, пойди, может, у тебя нет средств, как купить там памперсы или продукты питания, но есть возможность пообщаться. Для детей, которые лишены родительской опеки, главное это общение. Главное это позитивный обмен энергии, который могут дать как раз взрослые люди. То есть, если ты хочешь помочь дому пристарелых, окей, там, если хочешь поехать в колонию для несовершеннолетних, мы организовываем любые мероприятия, только которые связаны с мирным населением. То есть, если вы хотите помогать старикам, инвалидам, тяжелобольным, сиротам, это к нам. Мы готовы системно, последовательно выстраивать отношения с теми людьми, которые готовы приумножать любовь и сиять добро. Скажите, ведь есть люди, которые готовы помогать, но они готовы столкнуться с трудностями и взять на себя такую ответственность, поговорить с больным, помочь в чем-то. Они готовы, возможно, помочь денежками. Есть у вас счет, на который они могут помогать финансово? То есть, они могут это обнаружить где-то у вас на страницах? Любая адресная помощь, она оказывается непосредственным человеку, который нуждается в помощи. Мы стараемся не использовать фонд «Волонтер Украины» и наш расчетный счет. То есть, есть там ребенок, который тяжелобольный, у него создается счет, на его карточку маме или папы пополняются средства. То есть, мы стараемся избегать денежных операций, чтобы наша работа была прозрачная, понятная для всех и чтобы никто нас не заподозрил в том, что мы пытаемся на этом зарабатывать себе какие-то деньги. Я хочу сказать, что главное, чтобы человек понимал, что у нас у каждого есть что отдать. У кого-то это деньги, у кого-то это время, таланты. Но главное, повторюсь, это общение. Иногда к старику придешь или к ветерану войны, пообщаешься с ним, и ему не нужно было ничего, кроме этого общения. Даже если ты не принес там чай там с лимоном, даже если ты не принес ему коробку конфет или там фронтовые 100 грамм там, это не важно, важно общаться. И вот старики, и дети, которые находятся в нужде и беде, они в большей степени нуждаются в общении. Если сейчас на минутку представить, что все везде хорошо, мир на всей земле, все люди, все дети здоровы и счастливы. Вот что бы стал делать в этом случае Тимофей Нагорный? Ну, я не могу сказать, что такой день наступит, потому что, к сожалению, мы зависимы от разных привычек нехороших, от разных деструктивных сил. И человек увидел компьютер, он даже не замечает, что он становится от него зависим. И мы должны это понимать и делать все, чтобы дать им альтернативу. Мы придумали очень важный, на мой взгляд, проект, новую систему нормативов для детей, такой спортивный тест активности нации, систему стандарт. И мы считаем, что она будет изменять внутренний мир ребенка, чтобы он уделял внимание своему здоровью, своему духовному и физическому развитию. Украина заняла первое место по естественной убыли населения в мире. Мы стареем, мы слабеем, мы вымираем как нации. Это должны понимать люди. Должны понимать, что главное от чего уходят украинцы, это сердечно-сосудистые заболевания. У нас около 600 тысяч ежегодно умирают. У нас очень калорийная, вкусная пища, но мы очень мало двигательной активности уделяем внимания. Поэтому нужно сделать все, чтобы детки, которые подсели на компьютер, а у нас после школы уже 80% детей больных с калиозом, что приводит к очень плачевным ситуациям здоровья. И мы должны дать им что-то, чтобы они понимали, посидел у компьютера, иди сделай зарядку. Ну наверняка их не выгонишь из-за компьютера криками, давай скорее, хватит, нужен стимул или цель. Нужно показывать им, на кого нужно равняться. Вот есть движение Street Workout. Лидер Денис Минин из Днепропетровска. Человек, который очень популярный в интернете. Движение Street Workout уже имеет более 300 тысяч единомышленников. И группа ВКонтакте больше миллиона человек. У Дениса Минина 11 миллионов просмотров в Ютубе. Посмотрите, как человек создал спортивную организацию будущего. Без партии, без олигархов, без властимущей. Он сделал так, чтобы детки, которые не из богатых семей, которые не могут позволить себе дорогие фитнес-клубы, они могут самовыражаться на турниках и брусьях. Вот такие нужные инициативы поощрять, чтобы наши дети могли получить примеры для подражания. Такие новые эталоны, с которых можно лепить скульптуры, и на которых нужно равняться. Вот так создаются какие-то частные инициативы, которые влияют на внутренний мир ребенка, которые переформатируют его и делают все, чтобы отвести подальше от пагубного влияния улицы. Ну а где эти дети могут найти, увидеть, познакомиться со своим примером для подражания, как не в интернете? Интернет, социальные сети, это сейчас новая система коммуникации. Они же могут зайти на страничку любого воркаутера и посмотреть, как тренироваться, как заниматься. Спортивные площадки есть возле каждого учебного заведения, их только система воркаута установила более 600 по всей стране. То есть есть уже понимание у детей, что можно получать удовольствие от того, что ты занимаешься спортом, ведешь здоровый образ жизни. Это сейчас в тренде, и нужно сделать все, чтобы нация стала сильной, здоровой и духовно мощной, чтобы детки умели и отдавать, и заниматься собой, чтобы они участвовали и в благотворительности, и в самообразовании, и в укреплении здоровья. Ну вот воркаут, вы говорите, для меня это совершенно новое слово. Это подходит только мальчишкам или девчонкам тоже? Это подходит и мальчишкам, и девчонкам, и взрослым, и даже занимаются воркаут 70-летние, 80-летние. У нас недавно, два года назад, 90-летний старик подтонулся 15 раз с уголком на Софийской площади. У нас есть железные люди, которые, может быть, для кого-то пожилые, но которые занимаются воркаутом, и приходят в гидропарк, разновосрастные люди, и показывают молодежи, что у них есть еще порох в пороковницах, и желание быть здоровыми, быть полезными стране, и быть примерами для молодого поколения. Мы пригласили разных абсолютно людей на Софийскую площадь, когда делали зарядку коллективную, когда делали флешмоб «Мир». Мы показали, что есть люди, которые сделаны из стали, из них можно гвоздь делать, им 80-90 лет, они могут отжиматься, прыгать, бегать, по скалам лазить, плавать и быть чемпионами. У нас был там около 75 лет рекордсмен книги Кинеса, который подбрасывал гири так, что ни один ребенок не мог это повторить, ни один студент не мог это сделать. А почему так бросает гири? Потому что не сидит в контакте. Потому что он понимает, что если ты сам о себе не позаботишься, ты никому будешь не нужен. Здоровый человек нужен всем, и стране, и семье, и жене, и родне. Потому что на тебе пахать нужно. Конечно, потому что человек должен самореализоваться в жизни и раскрыть свой потенциал, а не плакаться, сидеть там, ходить в аптеку и работать на больницу. Чтобы быть здоровым и физически, и духовным, нужно развиваться, нужно совершенствоваться, нужно не сидеть сложа руки или на диване, не осуждать других, которые должны каким-то образом принимать участие в твоей судьбе. Мы сами творцы истории, мы сами должны быть лидерами своей жизни. А вы знаете, наши слушатели, я бы даже сказала так, наши слушательницы интересуются. Тимофей, как вам удается поддерживать свою отличную форму? Вы бросаете гири? Я не только бросаю гири, но вот поспорил со своим сыном, что я подтянусь 20 раз. А я подтянулся 20 раз свои 45 лет, два года назад. Он мне говорит, папа, мы спорили 25. Я в 46 лет подтянулся 25, он говорит, давай 30. Я подтянулся 30, потому что я для него мотиватор, я для него пример для подражания. Я тоже хочу, чтобы мой сын равнялся на папу, на меня, как вы понимаете. Я делаю всё, чтобы соответствовать его ожиданиям, чтобы сам сделал из себя человека, на которого будут равняться другие. Это как раз был следующий вопрос. Сколько раз вы подтягиваетесь и отжимаетесь? Ну, если подтягиваетесь с каждым годом всё больше, то, возможно, в следующем году вы расскажете нам про 40 раз? Нет, я сказал, что больше рекордов не будет, потому что нужно понимать свои физические кондиции и понимать, что рекорды иногда могут принести и вред здоровью. Нужно знать, как применять золотое правило меры, чтобы твоё здоровье не пошатнулось от перегрузок, а наоборот укреплялось от правильных нагрузок. Вот так мы балансируем и так мы делаем всё, чтобы влиять на своих детей и детей, которые, к сожалению, сбиты с пути, которые принимают алкоголь, наркотики, которые сидят у компьютера и которые ждут, когда же взрослые сделают всё, чтобы им было понятно, как можно быть успешным, счастливым и востребованным в этой стране. Ну, взрослые должны соответствовать этим ожиданиям на самом деле и тоже работать над собой, чтобы не ругать потом молодёжь. А расскажите, Тимофей, как выглядит обычный день очень занятого спортивного человека, папы, общественного деятеля? Ну, первое, что... Утро начинается, и это самое важное, моё личное утро начинается с листочка, где я должен расписать свой день, я планирую свой день. Вы не пользуетесь смартфоном? У меня нет смартфона, у меня старенький Nokia, я всех удивляю, что я ещё далёк от компании Apple. И записи он делает на бумаге. Да, я даже иногда письма пишу на бумаге и отправляю в конвертики, но зато там моя есть энергия, моя рука. Это очень приятно, да. Вот, и я написал, расписал свой день, прошёл водные процедуры, хорошо сделал физические упражнения, хорошо позавтракал, потому что я могу иногда не ужинать и не сильно уделять внимание приёму пищи в обед, но завтрак должен быть полноценный, потому что он наполняет тебя энергией, и ты можешь хорошо позавтракать, и тебе будет этого предостаточно, чтобы быть энергичным, подтянутым, выносливым целый день. И потом ты уже идёшь на встречи и занимаешься бизнесом, занимаешься теми активностями, которые ты написал себе на листочке. То есть встречи... А листочек с собой берёте? Листочек с собой всегда. То есть с утра я беру его с собой, вечером я его порвал, сказал, день прошёл не зря. То есть всё, что ты запланировал, практически 99% воплощается в жизнь. То есть ты спланировал эти встречи, ты посмотрел в блокноте, есть краткосрочная перспектива и долгосрочная перспектива, есть что-то ты пообещал в течение недели, в течение месяца, и эти даты совпадают, они переходят всё на листочек дня. И вот этот план ты должен выполнить. Ты не должен там плакаться, что у тебя там плохое настроение, плохое самочувствие. Нет плохого настроения, нет плохого самочувствия. Период. Это в наши планы не входит. Да, ты даёшь себе установку, ты наполняешь себя энергией, потом наполняешь своих подчинённых. Ты должен каждый день быть полезным себе, тем людям, которые тебя окружают, не давать им расслабиться, давать им возможности тоже развиваться, самосовершенствоваться и идти вперёд. Ну а свой листочек сегодня вы уже порвали или там на нём ещё есть пункт? Я уже помню в памяти, что у меня в 18-15 встреча, в 19-00 у рискового 1А, и так ты перемещаешься, и в 21 с чем-то я вернусь домой. Так заканчивается рабочий день Тимофея Нагорного. Так, ну Тимофей Нагорный подчеркнул очень важные значения завтрака. А что ещё важно для успеха? Ну, для успеха понимать, что важно выработать правильные привычки. Человек должен понимать, что мы зависим от тех установок, которые даём себе ещё с детства. То есть если ты понимаешь, что привычка чистить зубы, это хорошая привычка. Так вот нужно себя научить и делать зарядку, и вовремя кушать, и хорошо спать, и выполнять те обещания, которые даёшь. И чувствовать себя счастливым, научиться улыбаться. Это моя защитная реакция, я стараюсь всегда улыбаться. Если даже какая-то стрессовая ситуация, я не пытаюсь паниковать, подать в уныние. Сразу раз, включил улыбку, всё хорошо. Вот так вот происходит и даже на блокпоста. Кто-то пытается тебе что-то объяснить нехорошее, ты улыбаешься ему и говоришь, что со мной Бог, и всё будет хорошо. И получается, что они... Пропустите этого сумасшедшего. Да, и так пропускают этого сумасшедшего, и ты идёшь с улыбкой навстречу своей мечте, к своим целям, к своим планам. Да, но чтобы была улыбка, нужно чистить зубы. Запоминайте, кодекс успеха и удачи от Тимофея Нагорного. Знаете, я хочу сказать, добавить, что у меня было главное, если говорить об успехе, был такой девиз, который выражался в одном слове «выделяйся». Причём последняя буква была «Я» выделена особо. То есть, когда ты с бедной семьи, когда ты вырос в трущобах шахтёрских, без асфальта, когда ты из большой многодетной верующей семьи, у тебя нет стартового капитала, ты понимаешь, что нужно быть немножечко другим и отличаться от других. И выделяться и словом, и делом, и телом, и целом. И я так всегда говорю, если вы хотите, чтобы вас заметили, делайте, не бойтесь, не оглядывайтесь по сторонам, не смотрите, как на вас смотрят власть имущие, деньги имущие. Идите к своей цели, добивайтесь своего, раскройте свой потенциал. Вы часть этой страны, и вы нужны этой стране, даже если она вас не замечает. — Декабрь — очень символический месяц для нас, для всех. Именно наступают те самые дни, когда ты стремишься закончить какие-то незаконченные дела, и уже начинаешь, как ни крути, подводить итоги прошедшего года. Ага, то-то ты сделал, то-то тебе не удалось. Каким был 2015 год для вас? Если вот обобщить и как сказку преподнести, был успешным, волшебным, трудным... Это был год испытаний. Был год испытаний, наверное, на прочность, на возможность проявить себя, на то, что ты заложил в 2014 году и сделал. И сказал себе, молодец, ты это смог, ты это прошел, ты не сломался, ты добился своих целей. Я считаю, что этот год правильных трудностей, преград и испытаний, которые тебя сделали сильнее, опытнее, закалили, наверное. И этот год для меня очень важный, потому что 2016 год — это мой год. Я его чувствую, я его жду. Я думаю, что это год больших побед. И если ты не прошел бы 2015, этот год испытаний, ты бы не подошел бы к году своих больших побед. Поэтому делайте, выкладывайтесь на 100%, отдавайте, улыбайтесь, развивайтесь, не осуждайте никому. Идите к своей мечте, на свою вершину славы, которая приведет вас только добрые поступки, добрые мысли и добрые, хорошие, позитивные дела. Ну а что лично Тимофей Нагорный возьмет с собой с 2015 в 2016 год? Что-то очень важное, ценное, дорогое. Благодарные лица стариков, детей, тяжело больных, которые иногда смотрели тебе вслед, и ты поворачивался, и он не мог отвести взгляд. Он просто смотрел на тебя, и ты этот взгляд запоминаешь ребенка, старика или тяжело больного. И эта благодарность, она тебя наполняет, окреляет и вдохновляет на более важные духовные подвиги, которые мы сделаем в 2016 году. Обязательно сделаем. Ваши пожелания слушателям ДНК-радио? Я хочу пожелать всем оптимизма, я хочу пожелать всем мира, я хочу всем пожелать любви, вдохновения, чтобы ваши дела, ваши мысли, ваши слова не ранили людей, которые называются ближними или дальними. Чтобы они, наоборот, мотивировали, вдохновляли, наполняли хорошей, позитивной энергией. Чтобы, глядя на вас и другие люди, начинали участвовать в судьбе нуждающихся. Это год будет хороший, прекрасный для Украины, потому что пришло время мира, пришло время, чтобы каждый украинец начал понимать, что мир наступит только тогда, когда он будет в сердце каждого украинца. Давайте говорить языком любви, языком взаимоуважения, давайте прислушиваться друг к другу, давайте договариваться, давайте учитывать интересы каждого жителя страны, каждого предприятия и каждого региона. У нас получится в 2016 году договориться. У нас получится в 2016 году понять, что победителей нет. Ни в гражданском конфликте, ни в политическом противостоянии. Давайте любить друг друга. Это главная западность, которую мы несем людям по всей территории Украины. Ну, а я тогда добавлю, что все обязательно исполнится, все, что вы пожелали, потому что сегодня у нас в гостях был человек, который способен делать чудеса. Тимофей Нагорный, спасибо, что приходил в гости. Приходите еще. Спасибо, дякую, фэнки.